Представьте себе ночную степь, где ветер шуршит сухой травой, а в темноте мерцает оранжевый купол парашюта, висящий над темной сферой спускаемого аппарата, только что вернувшегося с орбиты. Что бы вы почувствовали, если, распахнув люк, увидели бы неожидаемые улыбки и усталые объятия, а ледяную тишину и неподвижность трех людей, еще минуту назад разговаривавших с Землей? Долгие годы это оставалось тайной, прикрытой аккуратными формулировками и скупыми сводками, но за каждой строчкой протокола скрываются судьбы, последние слова, незаконченные письма и телефонные звонки, на которые уже никогда не ответят. Перед тем, как говорить о потерянных экспедициях, стоит вспомнить, что для советской космонавтики слово «экспедиция» означало не только полет, но и жизнь целой страны. Собранный в кулак усилий инженеров, врачей, военных, рабочих, связистов, радистов, испытателей. Космос в СССР никогда не был только коридором славы. Это всегда был коридор риска, где за блеском орденов стояли бессонные ночи и решения, принятые на грани. Еще до первого полета человека к звездам история принесла первые жертвы. В конце марта 1961 года, за считанные дни до старта, молодой летчик-космонавт Валентин Бондаренко погиб в барокамере во время тренировки. Спирт, ватный тампон, искра и огонь мгновенно охватил кислородное пространство. Это горькое событие скрывали десятилетиями, чтобы не помешать триумфу. Семья узнала лишь то, что было необходимо, коллеги молчали, а курсанты наизусть выучили новый регламент безопасности. Долгие годы это оставалось тайной для всего мира. Но в отряде космонавтов имя Бондаренко произносили шепотом и сожжатыми губами. Слишком ясным было понимание цены, которую иногда приходится платить за мечту. Но самое страшное было впереди. Весной 1967 года страна жила ожиданием новой вершины – пилотируемого Союза. Владимир Комаров, спокойный, сдержанный, упрямый, в те дни не улыбался даже знакомым журналистам. Он знал больше других. Корабль сырой, замечаний больше двухсот, из них десятки критических. Но на столах наверху уже лежали поздравительные телеграммы черновиками. Накануне старта Валентина его жена смотрела на мужа таким взглядом, который бывает только у тех, кто сердцем чувствует беду. «Не лети». Комаров усмехнулся и произнес тихо. «Если не полечу я, полетит Юра». Это не была бравада. Это была верность, которую трудно объяснить словами. На орбите все пошло не так, как на стенде. Не раскрылась одна солнечная батарея, корабль кувыркался, автоматики не хватало электричества, и человек взял управление на себя. Он сделал невозможное. Развернул, стабилизировал, зажег тормозной, повел вниз. Никто не мог предположить, что за секунды до Земли отказавшая парашютная система перечеркнет все усилия. Свидетели были в шоке от увиденного на месте падения Уральской степи. Обугленная сфера, сырая земля, дым и тишина. Эти слова потрясли всех присутствующих позже, когда в узком кругу прослушивали запись. «Передайте Валентине». Дальше хрип, обрыв, пустота. Комаров стал первой жертвой космоса в нашей стране. Но его гибель сделала два дела. Заставила проверять каждый узел трижды и напомнила всем, что космос не прощает компромиссов. В июне 1971 года мир должен был увидеть новую страницу. Первые жители орбитальной станции «Салют-1». Георгий Добровольский, строгий и заботливый, перед выездом на старт сказал жене «Береги детей», словно торопясь уместить всю нежность в одно короткое предложение. Владислав Волков, у которого смех всегда звучал чуть громче, чем принято, шутил даже по дороге в автобус. Смущенная улыбка у саперов и кивок техникам. Виктор Пацаев. Инженеру-исследователю всегда не хватало карманов для карандашей и блокнотов. Они пристыковались, оживили холодный металлический дом, наполнили его дыханием и голосами. Их дни на орбите были длинными, ночи короткими. Они спорили, мирились, писали отчеты, любовались полосой Байкала и светом городов. Изучали звезды, слушали Землю. К концу экспедиции салют выдохся, и «Союз-11» ушел от станции. В последнем сеансе перед входом в плотные слои атмосферы прозвучало «Мягкой посадки!» и «Почти мальчишеское!» «Завтра встретимся! Готовьте коньяк!» Никто не мог предположить, что в момент отделения отсеков откроется крошечный клапан, предназначенный для выравнивания давления у самой Земли, и тихий свист превратится в приговор. 79 секунд. И в кабине вакуум, уши закладывает мгновенно, в глаза бьет туман конденсата, пальцы теряют силу, сознание тает. Они пытались закрыть ту самую крошечную форточку ключом с длинной рукояткой, крутили, отстегивали ремни. Рычаги не слушались, но времени было меньше минуты. Спускаемый аппарат сел идеально, как учат в учебниках. Когда спасатели открыли люк, они увидели троих сидящих людей, будто спящих после долгого дежурства. Но это был не сон. В тот день в ЦУПе мало кто говорил вслух. Слова застревали в горле. Это была самая страшная трагедия из всех, что знала советская космонавтика. И она изменила все. С тех пор никогда больше не летали без скафандров, а каждая линия жизнеобеспечения получила дублирование и право на отказ без последствий. Долгие годы это оставалось тайной для газетных полос. Точные причины и последние минуты облекались в аккуратные формулировки. Но семьи знали совсем другое. Жены, сидевшие с детьми у голубых экранов, держали трубки телефонов в руках, как будто можно было дозвониться прямо на орбиту и сказать самое главное. Матери поднимали глаза к небу, пытаясь разглядеть там огонек, за которым бежали сердца. Друзья в отрядах говорили друг с другом коротко и по делу, стараясь не произносить лишних слов, потому что от лишних слов болит сильнее. И все равно, когда через годы рассекретили фрагменты переговоров, эти слова потрясли всех присутствующих на прослушивании. Короткие, будничные, без истерики, как будто ребята знали, что даже у смерти есть регламент. В космосе не было места паники, но было много места для достоинства. Потерянные экспедиции — это не только то, где оборвалась связь навсегда. Это и те миссии, которые шли на грани и возвращались обратно, оставляя на душе шрамы. В середине июля 1969 года автоматическая Луна-15, спешившая к морю кризисов раньше иных, начала снижение. На Земле слушали каждую цифру телеметрии, каждому импульсу аплодировали в тишине аппаратной. И тут произошло невероятное. Перед самой посадкой связь оборвалась. По одной из версий высотомер обманула каменистая гряда, по другой — отказала автоматика на последнем участке. Мы так и не увидели ее обломки, но навсегда запомнили горечь, с которой инженеры молча складывали карандаши. Многие тогда впервые поняли, насколько хрупка граница между получилась, и чуть-чуть не успели. Еще одна глава. Ракета. Громадина, которая должна была вытолкнуть к Луне корабль и людей, не взлетела ни единожды. Первый пуск — огненный цветок на старте и ударная волна, от которой дрожали бетон и стекла в поселках. Второй — несколько десятков секунд надежды и снова пламя. Третий и четвертый. Та же горькая математика. Свидетели были в шоке от увиденного пылающего стартового стола. Огромное сооружение превращалось в факел. На трибунах для специалистов молчали. Не потому, что нечего сказать, а потому, что любое слово казалось предательством. Но именно эти неудачи спасли потом многие жизни. Каждый взрыв записывали до последнего импульса. Каждый отказ разбирали построчно. И в результате родились новые регламенты, новые двигатели, новые правила, которые потом позволяли уже другим ракетам уходить к небу, как по учебнику. Не всякая потеря — это гибель. Бывает, экспедиция теряется во тьме радиомолчания, как «Салют-7» зимой середины 80-х. Полгода станция летала пустой, и вдруг тишина. Не отвечает ни на одну команду. Сказать «Осиротел» — ничего не сказать. Тогда двое — Владимир Дженебеков и Виктор Савиных — взяли на себя то, что до них не делал никто — подлететь, пристыковаться, войти и оживить. На орбите их ждал мороз, иний на переборках, темнота и кислый запах мертвых систем. Они зажигали огоньки фонариков, шагали в ватном воздухе, открывали щиты, меняли блоки, запускали контуры. Каждый щелчок крыле был как удар сердца старого гиганта. Каждое мигание лампочки — как вдох. И когда станция проснулась, Земля в аппаратной зааплодировала так, как не аплодирует даже в День Победы. Никто не мог предположить, что два человека, замерзшие и измотанные, вернут к жизни целый дом на орбите. Но они вернули. И этим вошли в историю, где рядом со словом «трагедия» всегда должно стоять слово «мужество». Иногда судьба давала испытания с чудом в финале. Весной середины 70-х союз, потерявшийся на стадии отделения ступени, понес экипаж по баллистической траектории. Перегрузка словом ее не описать. Кажется, что каждая клеточка сжимается в точку. Земля встретила их сурово. Кромка обрыва, тайга, запах смолы и снег на ресницах. Они выжили, потому что сработала система спасения и потому что где-то внизу сидели люди, которые в нужный момент, не дожидаясь автоматов, нажали две кнопки одновременно. Осенью начала 80-х на старте вспыхнул огонь, пошел вверх по корпусу, как горная река. Автоматика промолчала, но двое на пульте не промолчали. И система вытянула капсулу с двумя космонавтами за секунды до взрыва. В таких историях потерянная экспедиция возвращается на Землю. И этим еще сильнее напоминает «Чудо в космонавтике никогда не отменяет труда». Есть еще и немые памятники. Катастрофа на полигоне под Плесецком в начале 80-х, где взрыв унес жизни десятков военных и техников. Там не было космонавтов и парадов. Была тягучая скорбь гарнизона и длинные списки фамилий, выстроенные столбиками в закрытых приказах. Те, кто собирал обгоревшие кабели на бетоне, понимали. Их боль не станет заголовком, но именно их работа не даст повториться страшному. Но потерянные экспедиции – это еще и они. Невидимые, нередко безымянные, но незабытые теми, кто знает цену каждому успешному старту. Секретность тех лет рождала тени. Порой вокруг тишины расползались легенды. Кто-то слышал таинственные сигналы, кто-то записывал обрывки фраз на аварийной частоте, кто-то уверял, что видел в небе лишнюю звезду. Но истории канули, потому что архивы, строгие, холодные, терпеливо докладывали. Тут не было людей, тут шли испытания, тут автоматика промолчала. Память любит легенды, но уважает факты. И потому честный разговор о потерянных экспедициях – это разговор не о призраках, а о реальных людях и реальных уроках. Что бы вы сделали, если бы в преддверии старта узнали о десятках замечаний к технике, о недостающих часах испытаний, о компромиссах в компоновке ради третьего кресла. Кто-то ушел бы в отказ, кто-то написал бы доклад, кто-то нашел бы слова, чтобы отложить. Но были и те, кто сказал «полетим». Не из-за упрямства, из-за понимания, что за твоей спиной другой такой же, а у него – жена и маленький ребенок. В этом и есть верность. Верность не идеологии. Верность – плечу рядом и делу, в которое веришь сильнее, чем в собственный страх. Контрасты той эпохи поражают до сих пор. На одном снимке – сияние орденов на груди, улыбающиеся лица на трибунах, цветы и фанфары. На другом – черная рукавичка на бетонной плите старта и капля масла на белом металлургическом шве. В одном репортаже – все прошло штатно, в другом – разъяснительная работа проведена. А между ними – ночные электрички ДаниИ, лампа над Кульманом, чернильное пятно на манжете, детское «папа, ты придешь завтра» и тихое «приду», хотя знаешь – не факт. Люди делали космос не как легенду, как работу, тяжелую, требующую не только ума, но и сердца. С первого взгляда может показаться, что трагедии – это череда провалов. Но если всмотреться глубже, станет видно – каждая из них превращалась в правила, а правила – в спасенные жизни. После «Комарова» – новые расчеты парашютных систем, новые испытательные стенды, новые нельзя. После «Союза-11» – скафандры на старте и посадке, перестраховка в клапанах, распределенная логика аварий. После «Салюта-7» – понимание, что на орбите дом тоже может замерзнуть, значит, должен знать, как отогреться. Потерянные экспедиции – это тяжелые, но необходимые главы учебника, который пишется кровью, потом и слезами, а читается на совещаниях сухими голосами. Потому что в следующий раз ошибки не должно быть. И все же при всей суровой правде космос не раз оставлял место для света. В тех же дневниках встречаются строки о том, как Виктор Пацаев, утомленный экспериментами, вдруг достает книгу и читает вслух несколько стихотворных строк, чтобы разогнать усталость у товарищей. Как Владислав Волков в микрофон говорит шутку, которую на Земле поймут только трое – двое на орбите и диспетчер на линии. Как Георгий Добровольский, уже зная, что впереди самый ответственный этап, просит у Зари передать привет детям. Эти детали, которые никто не знал или скрывали годами от широкой публики, придают голосам из космоса человеческое тепло, без которого любые победы были бы пусты. Память – это не только плитые памятники. Это и название улиц, и школьные музеи, и коробка с пожелтевшими фотографиями, которую бережно хранит вдова. Это и традиция в отрядах космонавтов – в определенные дни говорить тише, и в центрах подготовки – останавливать бег времени минутой молчания. Это и кратеры на Луне, названные именами тех, кто не вернулся, и астероиды, которые несут их фамилии по небесным орбитам. Это и та самая требовательность к себе, с которой новые поколения инженеров открывают чертежи. Не потому, что так положено, а потому, что так правильно. Последствия любой трагедии страшны, но память о ней может быть светлой, если она учит и обязывает. Никто не мог предположить, что через десятилетия после первых полетов снова начнется новая лунная гонка, и в нее войдут другие страны, другие технологии, другие люди. Но одно останется прежним. Космос потребует уважения, дисциплины и той самой тишины, в которой слышно, как работает сердце корабля и как ровно дышит человек в скафандре. И если прислушаться, то в этой тишине можно различить и голоса тех, кого мы называем потерянными экспедициями. Они не упрекают, не требуют, они напоминают. Каждый старт — это выбор, а каждый выбор должен быть честным. Потому что цена — жизнь. Можете представить, каково это? Прожить много лет рядом с человеком, который каждый день тренируется умирать понемногу, ради того, чтобы однажды жить в космосе полноценно. Что бы вы сделали, если бы на стол положили бумагу с подписью «Готов к полету», а в душе остался невыносимый вопрос? А я правда готов? Та эпоха научила не только рассчитывать высоты и скорости, но и держать удар. В ней было немало ошибок, но было много достоинства. И именно это достоинство позволяет сегодня, спустя столько лет, говорить о потерянных экспедициях без злости, но с уважением. Если это шокирующая и в то же время светлая история о трагедиях и загадках советской космонавтики заставила задуматься, если в памяти всплыли лица и голоса, если сердце ёкнуло на словах «Готовьте коньяк», поставьте лайк и напишите в комментариях, какая из историй космоса тронула больше всего и почему. Поделитесь своим взглядом. Оправданы ли были риски? Что помогло пережить утраты? Чему учат нас эти страницы? Подписывайтесь на канал «Вспомним СССР». Впереди новые рассказы о людях, которые шли туда, где темно и холодно, чтобы на Земле было светлее и теплее. Спасибо, что были с нами.